Возлюбленные друзья, братья и сестры Человек, первый раз сюда пришедший, он придет И больше отсюда не захочет уходить Ну, сегодня что-то похожее Так же вот я сижу и думаю Вот Я вообще вспоминаю первый свой приход в дом молитвы Вчера рассказывал вечером друзьям, как я уверовал Первый мой приход в дом молитвы был Меня пригласил один человек верующий Ну, и мы пришли с ним Вот, конечно, не в должном таком состоянии Вот Я пришел Мне какую-то книжечку подсунули Вот, в рядах Там песни поют И я думаю, интересный мир вообще Я думаю, надо же, как здесь хорошо Я думаю, приходить Я думаю, буду приходить сюда отдыхать душой Ну, как бы вот такие мысли были Вот А у Бога, оказывается, по поводу меня-то уже свои мысли были Вот Поэтому, друзья, хочется, чтобы мы поняли, что по поводу каждого из нас У Бога есть свои планы и свои промыслы Я... Зовут меня Михаил Кто вчера не был Фамилия Козин Я из города Щекино Хочется вместе с вами прочитать из Священного Писания Это записано в послании святого апостола Павла Галатом А Христос искупил нас от клятвы закона Сделавшись за нас клятвою Ибо написано Проклят всяк, висящий на древе Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников Чтобы нам получить обещанного духа верою Я напомню события одной из жизней патриарха Иакова Патриарх Иаков имел сыновей И так случилось, что один из сыновей его оказался в Египте Иосиф, помните, да? Иосиф оказался в Египте И когда уже патриарх Иаков приехал туда Чтобы Иосиф пригласил все семейство свое И приехал патриарх Иаков туда к сыну своему И он должен был там жить И случилось так, что у Иосифа уже родились сыновья в Египте И он привел их к отцу своему, чтобы отец благословил Благословил внуков Кстати, я заметил, знаете, интересно Вот я заметил, когда Ну, у меня всего один сын Один сын И когда мы уверовали, ну, как мы к нему относились Вот, ну, как бы вот Ну, не так, как я отношусь сейчас к внукам Вот внуки и сын Я заметил, я по-разному отношусь Я потом стал наблюдать, что другие точно так же относятся к внукам Ну, и говорят Бабушкам надолго или дедушкам, внукам нельзя давать Почему? Они их балуют, да? Говорят, балуют Я заметил Вот внука своего, я его прямо Знаете, как, особенно мешутку Я его прямо обцеловываю Мишуточка И я ему заметил, что я ему позволяю многие вещи Вот И внуки И дети Как бы вот я заметил Это, ну, вроде бы одно и то же А подходы к ним совсем разные То мне один брат Многодетный отец Он тоже уже имеет внука Он мне открыл секрет Он говорит Почему разные подходы? Он говорит Детей мы воспитываем А внуков любим Вот Ну, как бы вот такие вот разные вещи И действительно мы любим И вот тут Иосиф подводит двух своих сыновей К дедушке, чтобы дедушка благословил И если кто-то помнит Он говорит, что как благословил их Иаков Он подвел Старшего Под правую руку Чтобы правая рука дедушки легла на него Он старший А младшего Под левую руку А дедушка взял И вот так руки сделал, да? И так Руки взял Сделал так И молится Над ними И благословляет А Иосиф берет руки И так вот хочет их раскрестить И говорит Вот так, вот так Не так, отец мой И он говорит Не так, отец мой Не так А Иосиф А отец ему говорит Знаю, сын мой Знаю И вот на вот эти мысли Я хотел бы с вами поделиться Друзья Вот первая моя мысль такая Чтобы как бы понятно было для нас Вот Бог хочет нас благословлять В жизни нашей И он это делает И он это делает И у него есть пути благословения Которые нам кажутся Неблагословением Вот И у нас в жизни У каждого Бывает очень много Не так Ну вот мы хотим В жизни своей Чтобы у нас было так И у нас очень много бывает проблем Трудностей Неустройства Семейной В жизни В бытовой жизни И мы пытаемся сами Благословение как-то получить Вот И те трудности Которые у нас встречаются Нам кажется это не так Отец мой Не так Вот мы смотрим у других так И нам хочется чтобы как у них так Да А у нас не так И мы даже бывает печалимся Вот Сожалеваем И бывает знаете как Меняем место жительства Потому что тут не так Мы думаем там будет так Вот Встречая трудности Проблемы Вот мы стараемся как-то Уклониться от них И говорим Не так Отец мой Не так А Бог говорит Так сын мой Я знаю Знаю Но вот За всеми трудностями Которые в моей жизни Встречаются Я иногда говорю Зачем мне Господи Все это нужно Вот Встречаются трудности От которых Ночами не спишь Вот И ни одну ночь Бывает не спишь Бывает Прям Знаете как Ощущаешь что у тебя Виски сидеют Вот От проблем От трудностей Которые в жизни Встречаются Говоришь Не так Отец мой Ну не так Я же не так Хотел жить Я же хотел Ну счастья Благословения хотел А он говорит Знаю Сын мой Знаю И проходит время И я вместе с Давидом Громко говорю Знаете какие слова Благо мне Что пострадал я Благо Я теперь научился Я теперь понял Что благословение Оно не так приходит Оно приходит по вере Вот От Христа Иисуса Даже иногда Через трудности Которые у нас Возникают в жизни Поэтому Дорогие друзья Хотел бы сказать Ну может быть В ободрении Или в утешении Вот Не сдавайтесь Когда приходят Трудности Проблемы Переживания Вы не знаете Как разрешить их Или мы Я говорю Мы не знаем И нам хочется Вырваться из них Бог знает все Бог знает все И он допускает Нам в этих трудностях Побыть Чтобы благословение К нам пришло Оно будет Благословение Я вот говорю Почему иногда Благовестники Миссионеры Трудятся На одном месте И смотрят Ну где-то там растет А тут как бы Вот и нету Вот вчера рассказывал Брат с Азербайджана Да Вот рассказывает Кажется Ну ничего особенного Не рассказывает Вот Ну там С каким-то человеком Побеседовал Ну где-то на лавочке Посидел Ну кажется Азербайджан Огромная такая страна Ну что там С человеком Побеседовал На лавочке посидел Ну друзья Это не так Это не так А почему Потому что благословение Вот оно знаете Как ну Не махом одним Вот раз И накинулось на тебя А вот люди Которые Среди которых ты живешь Они тебя на зуб пробуют Вот Они тебя знаете Как хотят Вот сейчас Псалом Играл оркестр Ну кто помнит Отче небесный Боже могучий А у меня с этим Псалом сразу Развалась ассоциация Меня что же Под этот псалом Под этот псалом Меня тоже Ну на зуб пробовали Вот то есть Люди Они хотят Откусить от нас кусочек Попробовать Настоящие мы Или ненастоящие мы верующие И знаете как Распробовать еще надо Одного раза недостаточно Я вспоминаю Это Вот Подошли два Таких злых дядьки Вот Ну и Говорят А какой Какой ты верующий Я говорю Мы здесь Евангелие дарим Я вот верующий Какой ты верующий Ты Иуда Ты Христа продал У тебя крест есть А я говорю Нету Ну как бы Вот крестика А он говорит Это Иуда Сто процентов Давай распнем его И вот Им надо было Меня как бы Попробовать Настоящие или нет И они вот Меня раз под мышки А там сзади такие Острый забор такой Железный пик Они меня туда Они по настоящему Меня хотели туда Вот И мы то сразу запели Этот псалом Как он вырвался из души Это Господь так Отче Небесный Боже Могучий Ты Утешитель И они меня раз Опустили И разбежались С разные стороны Вот разбежались Вот А потом Опять подходят А мы опять поем Они говорят Перестаньте петь Они не могут К нам даже подойти Вот Ну так вот Почему-то произошло А на следующий день Я по рыночку иду И один из тех Который меня вот На зуб пробовал Он подходит Мне так за руку Я думал Ну опять сейчас будет А такой здоровый мужик Он говорит Слушай Святой Отец Пошли И он меня раз Подводит А там жена его На рынке стоит Он говорит Вот Ну видно Она ему больше Много насолила уже Она говорит Вот Благослови ее Говорит Чтоб она была хорошей Вот Я даже не Человек попробовал Сначала На зуб А еще вот Я просто Ну таких моментов Много Несколько скажу Друзья Люди хотят Действительно Ощутить вкус Настоящего христианства Одна женщина Проходит мимо И она говорит А мы так стоим Ну такие кроткие Агнцы Вот так Ну верующие Она говорит Христиане А я говорю Да Она говорит Ну настоящие Вот Святые А я говорю Да Она говорит Сейчас я попробую И совсем умах Как даст мне вдых Вот Вот Человек вкус Хочет ощутить А я-то раньше Спортом занимался У меня-то пресс Крепкий Вот Она говорит А я головы Разбиваю Об асфальт Мужикам Пресс не проходит Она значит Сейчас меня будут Бить головой об землю Боже мой И мы сразу Раз и запели Она мне еще раз Со всей силы Вот Как даст Терпишь Вот А я-то уже Молчу уже Уже ничего не говорю Вот Она говорит И так раз Шаг назад Сделала И говорит Святые Божьи Человеки И пошла Вот Вот попробовал человек На вкус И пошел И мы там жили Вот год Второй Нету Ни крещения Ничего Трудности И вот Каждый день Такие проблемы Вот Друзья Вот То что происходит С нами И нам кажется Ну зачем мне Это все Вот это Вот зачем Она нужна Где благословение Где люди Которые Меня трактаты Раздают Они приходят И они каются Вот А мы встречаем Совсем другое Да Не так Отец мой Не так А он говорит Знаю Сын мой Знаю Я лучше тебя знаю Он говорит Я лучше тебя знаю Что правильно Это первая мыс Поэтому друзья Ободримся Дала Укрепит нас Господь Вот И еще Одна мысль Авраама Бог благословляя Вот Он говорит Иди в землю Которую я укажу тебе Хорошо кстати Знаете Как вот В отношении переездов Вот Ну меня тоже Много зовут Ну говорят Ну приезжай к нам Вот У нас тут проблемы Вот Приезжай к нам Я говорю А зачем вам Большие проблемы Вот Я Если я приеду к вам А Бог меня не посылал То у вас будут Двойные проблемы А зачем это нужно А если Бог посылает Я вспоминаю Такое событие Было у меня в жизни Ну Зовут Надо переезжать А я не знаю Ехать или не ехать Ехать или не ехать И я стою Сижу вот так вот Здесь Ну За столиком За пресвитерским А дедушка Кстати он отсюда С Кавказа Это фамилию забыл Дедушка Гриша Он проповедует у нас На кафедре Он в церкви что-то проповедует А я сижу Господь не знаю Ехать не ехать Ехать не ехать Ну Погрузился А он проповедует И поворачивается ко мне Вот Нет ясности И сиди на месте Я думаю Вот это да А он-то им что-то говорил А я даже не слышал И я понял Что если нет ясности Если не понимаешь Надо не надо Надо не надо Не надо Сиди на месте Пока Бог не даст ясности Даст Бог ясность Тогда Делай смело И вот друзья Бог посылает Авраама Бог посылает Авраама Говорит Интересную мысль Он говорит Говорит Иди в землю Которую я укажу тебе Вот И я благословлю тебя И дальше говорит И будешь ты Я все время читал по-другому А тут недавно прочитал И будешь ты В благословении А я почему-то Считал всегда В благословении Ну это разные вещи В благословении Это значит для себя То есть я тебя благословлю И тебе там все хорошо будет Вот Все тебе будут Ну это понятно А вот в благословении Это значит Ты будешь для кого-то В благословении То есть у тебя в жизни Будут трудности Переживания Ты будешь говорить Зачем мне это все надо Проблемы Скорби Ну это как многодетная мать Которая рожает детей Идет на подвиг Она смотрите что Ей бы хочется жить Для себя может быть Ей бы хочется может быть Покоя Поспать Но она живет В благословении В благословении А полноценное благословение Которое она вкусит Радость И блаженство Вот за то что она была В благословении другим Там В небесах Благословен Бог И Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословивший Нас во Христе Нас во Христе Благословение Величайшее ожидает Друзья Но сегодня Бог делает так Чтоб мы были Смотрите Вот это многие из нас Так и не поняли Вот И благовестники И миссионеры Благословение Вот ты устроился Приехал Тебе хочется Чтоб тебя не трогали Чтоб у тебя все хорошо было Вот А Бог хочет Чтобы ты был В благословении И будут трогать И будут проблемы И будут трудности И это И в отношении детей Друзья Быть в благословении Это великое счастье Да пусть тебе Здесь Ну не так как Ну не так как ты хотел Но придет время Вот Войди в радость Господина своего То есть Поэтому друзья Тоже не унывать А бодриться Укрепиться И пусть нас Господь Благословит И еще последняя мысль Я скажу Итак Интересно благословение Благословивший нас Во Христе Благословивший во Христе Вот Я вспомнил Раав Вот интересно Раав блудница Она не погибла С неверными А получила Благословение Раав блудница Нас ничего не смущает Вот Раав блудница Вот ее Бог благословил Вот интересно Я записал для себя Патриарх Иуда Патриарх Иуда Ну кто помнит Кто читает Библию Патриарх Иуда Это величайший патриарх Я восхищаюсь этим человеком Я восхищаюсь его величием Человек который может признать Помните Со своей невесткой Он говорит Она правее меня Вот это вообще феноменальный случай Он мог бы оправдаться Там ее Как бы сказать Обвинить А он говорит Она правее меня Все у него так в жизни У Иуды Патриарха Многое не так Вот Но мы видим Это великий патриарх Да Вот Давид Кто читает родословную Вот Иисуса Христа Давид родил От бывшей Заурию Вас ничего не смущает Друзья Вот в этом тексте Давид родил От бывшей Заурию Все так Кажется не так Что-то да Вот Что-то совсем не так А мы видим Как благословил Давида Бог Да То есть В нашей жизни Действительно Очень много Чего не так Очень много И мы печалимся Унываем И говорим Вообще Господи Зачем тебе нужен Такой У меня все не так Вот Я с проблемами С трудностями У меня Я завязываюсь Вот с одной вылезу В другую залезу У меня внутри не так У меня снаружи У меня с детьми не так У меня с мужем не так У меня много чего не так Друзья Друзья У нас во Христе Все печали Бог продляет нам Милости дни И вступая на путь Неизведанной далее Будем помнить Что мы Не одни Да благословит нас всех Господь Во Христе Иисусе Аминь